Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Пишите мне, что вы хотите. Может вы хотите, чтобы я вам сделала презентацию. Самые лучшие выходами. Как ходить лучше не стоит. Что же я вам могу сделать? Только скажите, что вам надо. В группе есть презентация для тех, кто совсем в славе, как играть в шахматы. Ну там... Ага, хорошо. А с ходами... Какие лучше не делать? Или какие лучше делать? И то и то. Во одном. Окей, я не понимаю. Я над этим думала. Александр, по-моему, остались только мы вдвоем. Дмитрий, я не знаю, слышит нас или нет. Вот. Ну что делать? Я даже не знаю о такой ситуации. Обычно просто приходит человек 8-9, а тут никого. Но это... Легче будет совсем туго. Александр, давайте играть вместе. Ну... Тут ситуация в следующем, что проектов очень много. Вот. И участники разбегаются, к сожалению. Я хотела подкресенье сделать, но... Не дали. Поэтому... Остается, потому что маленький день. Так. Ну что, я думаю, что не стоит никого ждать, а... Давайте тогда с вами... Сыграем. Я только найду ваш ник. Я так, конечно, найду их не помню. Угу. Хорошо. Вы на сайте, да, сейчас? Чтобы я могла найти, да? Так. Угу. Ну хорошо, мы тогда... Начнем тогда... Можут присоединяться, походу, люди. Угу. Так, я вас вызвала, я вас вызвала, если вы видите, то откликайтесь. Пожалуйста, ссылка в чат, а то кто будет выходить, я не знаю, но ладно. Марина присоединяется, потому что мы начинаем играть с Александрой. Ссылку я дала на игру. Ну, вообще-то, ребята, я как ведущая хотела бы передавать опыт, да, свой, ну, из пальцы в пальцы, поэтому мне бы хотелось, чтобы между собой играли. Я-то уже наигралась. Я могу, ну, в любом моменте, потому что суть шаг одного клуба в том, чтобы передавать знания, да, как учитель передавать знания. И вот я, как гуру, хочу вас чему-то научить. Да, Марин, можно без регистрации играть, но лучше зарегистрировать. Угу. Вот. Марин, я, да, ссылку на партию можно ходить. В принципе, там простая регистрация. Майя, ну, у тебя проблемы с регистрацией, я тебе могу помочь. Угу. Ну, как вот, Александр, вы хотите, чтобы я играла в полную мощь или... ...потому что если я буду ходить в хоккеа и играю в хоккеа, это будут новые ходы. И я потом смогу описать окей. Потом я опишу как раз хитрые ходы, которые я использую в практике. До новых встреч. Спасибо за внимание. Продолжение следует... 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 Играет побольше, подольше. Поэтому пошла колено на F6. Это стандартные ходы. Мы пошли 4-й ход спешки на B3. Александр, вы могли меня атаковать. Слонов продвигать, чтобы я не испугалась. Вы не знаете детский момент, тогда я покажу вам. И в следующей парте я даже не знаю, как лучше показать. Ну, наверное, на следующей парте. Хорошо. Значит, я пошла колено на E4. Съела вашу бешку. Безощитную. Вы пошли слоном на C4. Все правильно. Все хорошо. Как я учила. Но, вот, друзья, самый главный ход, если вы наблюдаете, это пятый ход мой. Конь F2. Я съела пешку, да, все уйдли, да. Это как раз тот самый главный ход, который я очень часто делаю. Как ни странно, меня сразу научили к этому ходу. Как только я начала играть. Потому что он очень действенный. И я, да. И, как ни странно, очень многие про этот ход даже не знают. Я, честно, не помню, как это называется. Вот такой шахматной терминологии, да. Но это не важно. Тупик, конечно. Вы сразу нападаете и на сердце, и на ладью. И тут очень многие сразу пугаются и теряют одну из фигур. То есть что важнее? Конечно, важнее спасти сердце. Да. Да. И игрокам приходится терять ладью. Но вы сделали очень хороший ход. Вот я как раз читала про этот ход. Это суперход. Он переходит в голову. Но я первый раз такое видела, чтобы игрок, не смотря на шок, да, сходил так. То есть это очень хороший ход. Сейчас скажу. Ф3. Ф3. Потому что я понимаю, что сейчас вы на меня нападете и поставите мат. А, вот как раз это одна из разновидностей детского мата. Просто он позже, да. Детский мат, то это так же. Мы ждем и с помощью слона, и с помощью тайна. А тут двойное нападение. То есть я понимаю, что если я не уберу куда-нибудь, то мне будет мат. Вот. Тут, в принципе, ну, я даже не знаю какие-нибудь варианты, но я выбрала самые, наверное, подходящие. И пошла фидом на Е7. Чтобы защитить бежку, естественно. Ф3. 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 Сquarters. Ф4. Ф4. Ф3. Ф2. Ф4. Короля с какой-нибудь другой фигурой. Не важно с какой. Вот, то есть шаг. Александр, не знаю, зачем вы защитились Владею, потому что я спокойно раз есть Владею, сейчас я это вижу. То есть надо было даже Владею есть спокойно, надо было просто уйти к королям, чтобы я ничего не ела здесь. Но тем не менее, я еще раз есть коня, потому что он мне угрожал. Мне это не нравилось. Абсолютно. И Владя до сих пор связана. То есть я в любом моменте могу ее съесть. Вот, значит, для приход вы съедаете мою пешку. Александра, зачем вы это делаете? Потому что я могу съесть, как хочу вообще. Что хочу, то и выращу. Да, 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 вот называют. Если не этот сход, то есть крючевая, понимаете, да, наверное, сами, то у нас силы более-менее равны. Хотя преимущества уже за мной есть. Но надо либо пострадаться подольше. Ну и все, в принципе, тут я не знаю, объяснять даже, если или нет. Я просто съедаю ферда, и уже потом вы съедаете моего коня, все правильно. И тут вход в десятый, то есть я съедаю. А цена все ждем, потому что вы не ее можете. Владей меня съесть. Владя прикована к королю. Она связана. Я чувствую себя спокойно. Владей, я, конечно, могла бы поиграть под двое что-то, да, там, походить верхами красивыми и так далее. Но я уж решила сделать свое дело сразу раз мы и играем по-честному, да. То есть вот дело связано. Ни в коем случае, ребята, вы сами ее связали. То есть одно дело есть и без свеса, а другое дело, когда вы сами связываете и попадаете в тупик. Ну и тут дальше уже дело мало. Естественно, я, вы ходите одиннадцатый ход в конце 3, я уже всегда лазил. Вы убегаете, потому что больше вариантов нету. И я ставлю мат. Вот. Можно было, конечно, остановить, но вы сами спросили играть честно. Вот. Жизнь. Марина, давай, ты у нас сегодня одна. Ну, в смысле, одна, кто не у вас, а? Александр. Вау, потихоньку люди надвигаются, но... Марина, вот ты ходишь на шахматы... Привет, это Алексей, да, кстати, не знаю, как он обращается, вы все-таки молодые, как я, но все-таки я ведущая. Да? Как вам удобнее будет? Отлично, она снова собирается. Алексей, я так понимаю, вы пришли побеждать, да? Играть. Острашивает девочки. Я уже сыграла. Пойдя. Смонс". Пойдя. Ост include , проciliation. Сауник. Bueno. Продолжение следует... 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 Хотите учиться, наверное, какие-то есть интерес, амбиции, желания, но, конечно, не быть, как Каспаров, не знаю, кто, но есть амбиции и желания. Вот, поэтому стремитесь быть человеком. А Александра, может быть, у нее нет вот этих данных, да, но, по крайней мере, я вижу интерес к шахматам. И вот сегодня я ее написала, думала, наверное, вдруг забыли ребята, что шахматы будут. Но вот я чувствую, что человек заинтересован, поэтому стремитесь, и у вас все будет потихоньку получаться. Очень красивый мат, комфонарий, замечательный. Ну что, будем разбирать или как, ребята, или вы разогреете и поиграете немножко? Ну хорошо, ребята, я надеюсь, все вот зашли в посылки, да, с первого хода учила Александра. Ну первый ход стандартный, я не буду уже разбирать. Первый ход С4, все как я учила, все правильно, нападает потихоньку, да, вы отвечаете D6. Ну это вполне приемлемый ход. Третий ход, Коль F3, все правильно, говорит Александра на падение, нападение, нападение. Вы отвечаете с пирской F6. Да, и как ты ходил, он знает, что делает. Да, и как ты ходил, он знает, что делает. Третий ход Т3, все правильно, вы разбираете фигуру со всех сторон. Алексей пошел фоном на D7. Вот Алексей, если бы вы пошли подальше с фоном, было бы эффективней. Ну, например, на G5. Чтобы подтвердить и коня, и фигуру. Вот, если вы слышите. Пятый ход, Коль D5. Александр пошла в атаку молодец. Все правильно. Но на это, естественно, Алексей пошел пирской F6, чтобы напасть на вашего коня. Вы, в свою очередь, ушли конем на B4. Алексей пошел пирской на D5. Но я бы, конечно, тут начинала бы... А, вот если вы видите, да, все, то Алексей пропустил ход. Он мог бы съесть вашего коня сейчас. Вот если вы видите шестой ход Алексея, он пошел пирской, а мог бы съесть коня. Александра поставила его в коня. Но этого не увидел. Слава Богу. Значит, седьмой ход. Вы лезьте пирской. Все правильно. Ну, тут есть всевозможные варианты. Алексей ест пески ваших. Вы ешьте песку слоном, да? Он охотит на C6 калем. Не знаю, зачем так. Ну, наверное, хочет размена. Девятый ход. Вы убегаете калем D3. Конь D3. Алексей ходит калем на H6. Угу. Все хорошо. Десятый ход. Конь H4. Ну, я не знаю, но, скорее всего, у Александра какие-то планы. А, ну, скорее всего, сделать шаг все ждем. Сейчас посмотрим. Ход G5. То есть Алексей нападает на коня. Но Александр ставит шаг. Ну, как я думала и как я помню. Все очень правильно. У вас все фигуры на месте. И слон, и конь, и червь все в одном месте. Это очень хорошая позиция для мата. Вот. И я как раз думала, Александр, что вы сейчас, не дай бог, прозеваете сердца. Я очень боялась, что вы сейчас ходите мне туда. Но все, слава богу, правильно. Вы поставили шаг и тут, конечно, ну, единственный правильный выход, это уйти королем. Больше уходить с тихода только на Е7. Вы начинаете развивать фигуры. Уходите. Скажем, на Ф3. Алексей идет на А5 пешкой. Не знаю зачем, это здесь не так играет роль. Вы делаете шагировку. Все правильно. Александр, как я учила, надо королям о дюжное место. Вот если вы спросите, то вас будет намного сложнее достать. Хорошо. Алексей пошел на Ж4. Все правильно нападает на коня. Все хорошо. Вы, кстати, этого не увидели. Тут уже небольшие зевхи, которые могли бы плохо закончиться. Вы пошли в першки на Б3. А он сверху съел вашего коня. Наверное, не заметили, да? Хорошо. Окей. Дальше. Да, я вижу. Вы поставили шаг нашему королю. Ну, очень хорошо. Потому что Френса прикорол голый. А почему он голый? Потому что Алексей очень много двигал пешки. И это мило. Как я учила ребят, что пешки должны защищать короля. И если вы очень много двигаете пешки, вот так вот будет сложная ситуация с королем. Он просто останется один. Ладно, хорошо. Вы защищаете короля. Тут единственный ход, да? На Б4. Конем, естественно, Александр его съедает. Вы съедаете короля пешки. И она кидает вас в полном. И получается очень красивый мат. Да, потому что Александр обычно мат ставит. Ну, там, пешком, там, это. А когда ставят салонами и конями, то это уже считается языком. В чем ошибки Алексея? Ребят, как вы думаете? Вот спрошу вас. Я уже вкратце сказала, но как вы думаете? Напишите там, чтобы вы понимали ваши ошибки. И чтобы вы их разбегали. В чем ошибки были Алексея? И почему Александра так быстро выглядела? Хотя вы знаете, что она может и вернуть, и все остальное. Но, однако, это очень быстрый мат. Хотя Алексей противник серьезный. В чем он серьезные ошибки? Как вы видите, как вы думаете? Нет, ребята, ошибки были. Случайности не бывает. Я хочу, чтобы просто вы умели различать. У меня не защита, не цель адвоката. То есть, что я защищаю Александра, нападаю на Алексея. Я хочу, чтобы вы научились анализировать свои промахи, да? Вот Алексей пишет, что на шланг надо поставить коня рядом с королем. Да, это да. Еще, Алексей, вот как я сказала, да? Что пешки двигать, все пешки, да? Сразу нельзя. У вас король остался голый. И именно по этой причине, потому что вы очень много двигали пешки. И, как бы, вот такой ситуации, просто у Александры был такой сильный напор, но все равно, рано или поздно была вот такая ситуация. Все пешки не двигайте, пожалуйста. Просто вы будете больше выигрывать. Вот. Да, Александр, у вас есть ник? По-моему, да? Тогда выбирайте игрока. Кто хочет что-то следующий? В интернете я проигрываю, ребята. Хотя я и встал 17 лет. Ну что? Там сильные игроки. Если будет, если есть время, так это вообще. Чехлежная тераписта. Александр, вот вы хотите, это очень хорошо. Кто будет? Я не буду. Становит бесполезно. Алексей, Александра, кто хочет? И вы хотите отдохнуть, конечно. Марина смогла бы, но не хочет. Опять, как мне постоянно... Давайте, Алексей. Только не забудьте, пожалуйста, дайте ссылку в чат. Хорошо, чтобы мы смотрели. Забудьте. Если что, будем помогать. Давайте. Женщины уже сыграли. То есть... А что, в дальнейшем можно устроить шахматы в турнире? При командов очень мало. Приз мужской, при женский. Общий приз. Я же много участвовала в соревнованиях. Там такие... Марина, вот как вы регистрировались? Мы присылали не однократно. Если у тебя появилась регистрация, ты всегда можешь обратиться ко мне. Все-таки бывшие однокурсницы. Все-таки бывшие однокурсницы. Деньги. Я так взял. В этом году я предлагаю. Наши слава. Давайте обслуживали. Я бы так вернулась. Мчатый. Мчатый. Я бы так вернулся. Мчатый. Я бы так вернулся. Продолжение следует... 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 Обнови страницу, если получаю. Я здесь. Но почему-то фигуры возвращаются назад. Может, ты нажимаешь на что-то не то, я не знаю. Да вроде нет. Я просто перебежала к тебе. Спасибо. 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 У меня здесь», я unlikely сказал. И, сит ThroughlMar. Олзарик. Не знаю, ребята, в чем дело. Так, мое, кстати, я все это чудо... Да, мое. Ты разобралась, нет? Нет. Ну а что у тебя не так? Я не понимаю. Ты перед игрой, и что? Ты разобрался назад. Сейчас попробую куда-нибудь пойти, если не получится. Надо же, куда ходить. Сели поставили шаг. Ты должна съесть пешку. Только несколько вариантов. Ты должна съесть пешку. Конечно, эти горы не ходят, если ты пешку не ешь. А, поэтому? Да, Майя, поэтому тебе поставили шаг. В общем, я проиграла, наверное. Ты пешку видишь, которая на D7? Движу. Ну и ешь ее. Что-то у меня ничего не получается. Я плохой игрок. Я спрашиваю пока без з ekла. Так. Я именно люблю. Нет. Скорее, давайте посмотрим. Ну и до пешки. Не знаю. То есть. В общем, я говорю. Я говорю. Не знаю. Я говорю. Ну что делаем, ребят? Знаю. Нет, так мы маму с мамой уже сказали много раз, как она не хочет там или что-то придать, но мы никак не можем помочь. Надо повезти под ее ником, мы тоже не можем. Угу. 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 Ребята, если что, подсказывайте. Это тоже хорошая практика для вас, не только навыдать, но и давайте. Подсказывайте, Марина, как ходить или что обозначает красный цвет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Така будет легче находить друга Вот я Александра добавила И уже у меня Высвечивается надпись Ваш друг онлайн Если есть какие-то вопросы Задавайте Их в группе Да-да-да Вот именно это У каждой семейки Вам будет очень сложно Найти других участников Общаться Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие говорят Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оль Wellington 악 Межстр мвы лет wünсвы К中 Межстр Александр, хорошо сейчас. Александр, я это, не разойду, сейчас полико играю с удовольствием. Александр, это я играла в основном с участниками в клаве. Я говорила про другой сайт, другой сайт сложнее. Я согласилась с Александром на вашу игру. Вы можете начинать и играть? У меня что-то? У меня что-то. У меня что-то, не разу. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Первый, Александр, вы сделаете ход? Ну, взяли, а я вот не вижу. Да. Но я не вижу, чтобы Александр был ход. Александр, скажите, сделал ли он ход? Может, у вас отображается, но я ничего не отображает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Сейчас. Сейчас. Субтитры Алексею Дубровскому! Я еще сейчас вызову. Александр, я вас вызову. Александр, я вас вызову, если хотите, пожалуйста, по этой ссылке пройдите. Я вас сейчас получу. Сейчас. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексея! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Так, ну давайте... Продолжение следует... Продолжение следует... Марина защищает... Продолжение следует... Марина ходит G3 И тут Алексей начинает Кушать перки Седьмой ход Марина ходит на F4 перки Почему-то она не ест Перку Которую Моладусь есть Она пропустила это Алексей тоже не ест Вообще я заметила, что Очень много пропуска было У Алексея, по-моему Он Показал того, что мог его кушать Почему так было Я не поняла Ну ладно Восьмой ход E3 Алексей Моя сома ходит Ищет Чем вот H4 Моя Открывает перки Вот Алексей Хотела Вас спросить Почему Вы Не стали Кушать перку Вот Вы видите Да Какую Перку Вот Была Возможность Очень много Раз Есть Просто Не ее Выделили Или Не ее Захотели Или это Не принципиально Нараза Было Не Хотели Ну ладно Я только думала Значит Десятый ход Конь F6 Наверное Вы хотите Разрывать Фигуры Десятый ход Конь D2 Марина Уже решает Разрывать Фигуры Молодец Ну а кстати Марина Не кушает Перку Которая Могла бы Сесть Очень давно Пректировка Происходит Это все правильно Одиннадцатый ход D4 Марина Решает Открывать Пешки Молодец Сейчас Алексей Видит То что Моксия Давно И Седает Пешку На C3 И Атакует Коня Марина Этого К сожалению Не видит И Двигает Пешку Дальше В свою Очередь Алексей Убегает Конем Правильно Делает От Нападения Марина Продолжает Атакует Дальше Пешку На Е4 Алексей Ходит На G6 Поветчики Алексей Вы Вы Не Съели Коня Тоже Не Ее Дохотели Почему Мы Дохотели Это Же Хотела Знать Дальше Дальше Да, да, да. Продолжаю анализировать дальше. Я думаю, вы что-то напишете. Вот, значит, 14-й ход Е5. Марина не убрала коня. Опять он под угрозой. Продолжает открывать верхнюю. Алексей пошел каем на F4. Чаще всего, хочет открывать как-то. Марина пошла ладе на H2. Не знаю, зачем, но какие-то, наверное, цели были. А Алексей пошел на F6. Я принимаю целью на падение уже на более серьезные фигуры, да, вот. А 14-й ход. Слон B2. То есть Марина практически сама подставляется на воду. И Алексей наконец-то съедает. Вот этот ход, который мы долго на нем висели. Потому что он съел на ней поставил Марине шаг. Шаг это не мат, как мы все понимаем, да? Это просто на падение на короля. Это еще не и конец. Просто на падение. И это всегда обозначается красным цветом, Марина. Красным. Если ты имеешь красный цвет, это значит, что от его края напали. И ты должна держать Ирина королем. Иначе неликими другими фигурами здесь нельзя. Потому что наша цель игры – это король. Вот. Тут можно было бы съесть фигурку. Но Марина ушла на F2. Алексей поставил шаг на D3. Молодец. И король продолжил свой путь на G3. Алексей пошел первым на F6. Кстати, Алексей, ты, наверное, просто не увидел или подумал, что Марина не увидит. Но ты поставил коня. Марина, пожалуйста, есть коня, приоритет, если бы увидела, да, вот сейчас. Ну ладно. Девятнадцатый ход. Алексей едет в пешку. Двадцатый ход. Аж пять. Марина атакует дальше. Алексей выражает кушать в пешке. На D4. И нападает на Солна. Марина это наверняка видит и уходит. Так, дождь, какой там был ход? А, значит, в пешке H5. Он всегда видит пешку. На второй ход. C5. Так, Марина, ты поставляешь на его Солна. То есть... О, вот. Любим. Да, почему там это... ...но не делает. А почему вы... ...не... ...не кушаете? там просто было то ли а а а а а а а Я хочу прийти от... Отвечать? Угу. 23-й ход. Ладья Аш3. Ж8 24-й ход Ладья А4 Ферзь Ф8 Никто ничего не кушает, а всё и отдаётся 25-й ход Ладья А2 Алексей ходит калём на Ф4 26-й ход Ладья А2 Алексей ходит калём на Ж6 Так, уберите, я так Ой, что-то я назову это 27-й ход Ферзь Е2 Слон Ж5 А почему вы не съели Ладью? Опять-таки Но почему-то у меня проекция не хочет отвечать, ну ладно Не хочет, так не надо Вот 25-й ход Е3 Который можно обратить в СССР Алексей стоит за Днём Ладья 25-й ход Фарена уходит калём на H2 Алексей ходит калём на F7 Который ход Е2 Сейчас Алексей стоит Ладью на F8 Наверное, хочет уже стоять мат Подыгрывая, да, я вижу, потому что вы очень много раз подставляли фигуры, но, наверное, к сожалению, я этого не увидел Окей 31-й ход D6 Надо было кушать ладью Конь Е7 32-й ход Ладья Е3 То есть вы спокойно можете, ой, сферс Е3 Вы спокойно можете, как бы, сферс Е3 Слон F 33-й ход Король G3 Вы делаете шаг Ладьёй 34-й ход Король А5 ход на своё место И вы уже атакуетесь за мажей F6 35-й ход Ферс F4 Вы, опять-таки, продолжаете Алексей отыгрывать Конь F5 Первый H1 Вы уже начинаете отыграть по-серьёзному Конь G3 Шаг Кароль снова на H2 Вы съедаете слона, ставя шаг Кароль снова уходит на H1 И вы ставите мот Фердом Традиционный H1 Традиционный H1 С помощью эфира И платить Пальше находишься Вы, 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 вы И вот, ребята Поздравляю Алексею У меня не надо Тренироваться Перешли на ТГНС Потому что наши ребята очень продвинутые У нас, по-моему, четвёртые или пятые в НЭС Я уже не помню Но все ребята продвинутые Молодые Вот Это приятно Когда люди растут Аликси Алексей, у вас какой ник? А, сейчас я посмотрю Ладно, сейчас Если вы хотите, я вас добавлю Как-нибудь Секраем Угу Если вы не звать Всего Я на раз подписалась То у меня уже оба его dels дойдут И я думала Спрости я большое тем, кто пришёл Мне очень нравится всех видеть Приходите ещё Пишите в ВКонтакте Пишите там тогда я наставить меня всегда когда буду у нас это может меня выжить на игру обещая очень сильно не играть по и на зарегистрируйся вот мой ник вот я еще раз пишу мой ник уйди ладно ребята спасибо вам еще раз уже девять часов всего доброго заходите играйте и отдыхайте не забывайте хорошей учебы и удачи хороших выходных отдыхайте нахту всего доброго спасибо 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 спасибо